так ребята всем привет мы на канале батя в деле меня зовут руслан это у нас продолжение первой части по теме того как я делал лицензию то есть в первой я рассказал как инструкцию да поет по пунктам что нужно делать там 1 2 3 4 5 в этом ролике я хочу немного добавить информацию первому ну и собственно сказать сколько я потратил денег чтобы все было понимание там сколько нужно будет выложить после приобретения машины и на что именно и что еще хочется сказать конечно же наверное в этом году это будет последний ролик так как у нас уже декабрь конец хочется пожелать всем наступая еще в нового года и будьте здоровы какие правки хотелось бы внести по первой части то есть я запамятовал то когда я оформлял машину это уже было очень давно я рассказал поэтапно что зачем нужно делать но один момент я сказал неправильнее сказал что мы делаем обычная сага после того как уже оформили машину в гаи на самом деле нам машину в гаи не оформят без осаго то есть мы после приобретения машины делаем обычная сага и уже с ним едем в гаи ставить на учет машину и также еще я не рассказал нам о диагностической карте то есть это очень важный момент случае такси если машина получила лицензию без диагностическая карта она ездить не может потому что если ее нету путевые листы будут недействительны и после того как мы только получили лицензию обязательно мы делаем диагностическую карту сейчас делается все можно сказать непросто и вам придется ехать в один из пунктов осмотров и проверять так сказать как тех осмотр машину полностью и даже на новую машину обязательно там специалисты найдут какую-то проблему которую придется исправлять так значит в конце всего этого рассказа по всем затратам я покажу некий скриншот в котором будет все по пунктам расписано что и на что я рассказываю буду конечно же опираться на свою запись чтобы не перепутать никакой информации и не дать такие ложные цифры в общем после приобретения машины я начал с того что я клеил машину оклеил я ее в бм-сервисе клеил я гост то есть можно его увидеть это вот то что у нас золотая полоска сверху серая снизу гост москвы московской области включая спереди и сзади шашки клеил что я гост плюс область под всеми ручками плюс область под шашку плюс саму шашку вот все эти области конечно же я покажу и расскажу все это вместе у меня вышло 6 810 из них и 6 80 рублей полторы тысячи было где-то шашка то есть на шашке можно сэкономить может купить какую-то обычную мне просто она понравилась там какая-то такая классная система крепления который не ржавеет и который не царапают собственно саму машину клеился я в бм-сервисе я могу порекомендовать смело данный сервис потому что он делает реально качественно с гарантией свою работу и из всех услуг которые я там приобретал у меня была одна проблема которую мне сделали также по гарантии причем я начал изначально звонить нервничать там раздувать какую-то проблему не скорее без проблем приезжаем и тебе все переделаем как бы проблем никаких нет то есть собственно оклейку в первую очередь я потратил 6810 рублей дальше перед поездкой в гаи я сделал осаго у меня прописка во владимирской области то есть тариф у меня по осаго он ниже и он считается по опять же владимирской области на новую машину у меня вышло 5140 рублей на год осаго далее поехал в гаи для того чтобы поставить машину учет 1995 рублей у меня вышла некая затрата на постановку машин на учет ну и как бы производства этих номеров до при постановке на учет машины далее после этого уже после там подачи машины на лицензию там вот этих всех процессов там cp который я рассказывал в первом ролике первый ролик можно посмотреть на канале он был предыдущим после всех этих процессов и получения лицензии я подал на расширение осаго расширение для такси в моем случае это вышло 3870 рублей 32 копейки дополнительно общая сумма затрат моя получается первое на сага обычно на расширение в тот момент вышел 9000 10 рублей 32 копейки сейчас я могу сразу сказать что таких сумм нету в этом году я уже делал в два раза дороже 17000 у меня выходила моя осаго то есть уже год за годом это все дороже и дороже становится тем более для такси первого года я думаю что возможно будет чуть проще при оформлении и стоимость будет ниже ну собственно на расширение потратил 3870 и общая стоимость на сага вышел 9000 10 рублей и после получения вот этого уже расширения да то есть после этих затрат дополнительных я делал диагностическую карту в тот момент он мне вышел на год 2000 рублей то есть если даже машине нету три года мы делаем каждый год это диагностическую карту если мы не сделали наши путевые листы они не действительны и мы можем попасть большие проблемы если нас останавливает гаи с мади они могут просто выкуривать машину потому что нет диагности с карты ну и в общем ребят все затраты все от и до оклейка осаго гаи диагностическая карта это все у меня вышло в 19 1815 рублей 32 копейки то есть вы теперь можете понимать приблизительные цифры затрат но это было у меня два года назад сейчас это возможно будет чуть больше или чуть дороже по всем вот пунктам которые рассказывал можно также про мониторить стоимости и сориентироваться на них узнать сколько это будет стоить у вас если у вас стоимость была другая пишите в комментариях мне будет интересно сколько это вышло у вас в общем всех с наступающим новым годом всем спасибо за просмотр всем удачи давайте пока пока